В этом году талантливый и востребованный актер, сценарист и продюсер Алексей Гуськов отметил не только собственное 65-летие, но и коралловую свадьбу 35 лет с красавицей-актрисой Лидией Вележевой. На долю знаменитых супругов выпало немало испытаний, и в прессе постоянно появляются публикации о том, что в актерской семье разлад. Новым поводом для подобных слухов стал выход Алексея Гуськова в свет вместе с вдовой Андрея Панина Натальей Рогожкиной. Алексей почти пять лет учился в Бауманке, но бросил ее, так как поступил в школу-студию МХАТ. Вскоре его сердцем завладела будущая жена Татьяна, которую он встретил на улице. В 1983 году Гуськов стал дипломированным актером и отцом дочери Натальи. С возрастом Алексей начал осознавать, что у него с супругой, которая была далеко от мира кино и театра. Практически нет точек соприкосновения, кроме собственного быта и воспитания наследницы. Однако он сохранял семью ради ребенка и предателем быть не хотел. Все изменилось через 10 лет. В Вахтанговский театр пришла начинающая актриса Лидия Вележева, и Гуськов понял, что влюбился по-настоящему. Лида же при первом взгляде на Алексея почувствовала дрожь в коленях, и внутренний голос сказал ей, что этот актер будет ее мужем. Я, остановившись, повернулась, и вот, знаете, как остановилось время, взгляд, и я себе говорю, или кто-то мне говорит, он будет твоим мужем. После стремительного романа с Вележевой, которая была на 9 лет моложе его, Гуськов решился на болезненный развод. Особенно ему было жаль маленькую дочь, не желавшую, чтобы мама и папа расставались. Именно не по годам мудрая Лидия помогла Алексею сохранить хорошие отношения с дочерью от первого брака Натальей, которая в дальнейшем подарила папе внучку Елизавету. В 1988 году Алексей и Лидия скромно отпраздновали свое бракосочетание. Невеста потратила талоны для новобрачных на костюм жениха, в котором он позже снимется в боевике «Волкодав». Свои серьги и совсем не свадебное платье она одолжила у подруги. Через год в семье родился первенец Владимир, а в 1994 родители подарили пятилетнему сыну брата Дмитрия. После рождения второго сына Гуськов столкнулся с невостребованностью в кинематографе, и эту черную полосу в жизни он пытался заглушить алкоголем, что не могло не огорчать супругу. К счастью, актер смог побороть свою зависимость. Но через некоторое время в семью пришло новое горе. Из-за пристрастия к спиртному ушла из жизни 43-летняя сестра-близняшка Лидии. Ей стало плохо. Она села на кровать, у нее кольнуло сердце, и она на подушку вот так положила голову на подушку и умерла. Актриса очень тяжело переживала эту утрату и корила себя за то, что не смогла спасти сестру. Но верный и заботливый муж помог жене пережить, по ее словам, самый страшный период в ее жизни. Старший сын актеров уже в 10 лет попал на съемочную площадку. Он сыграл Сашу Пятиклассников в молодежном сериале «Простые истины». В итоге парень, получивший черный пояс по карате, все же решил пойти по стопам родителей и окончил «Щуку». Сейчас на счету 34-летнего Владимира Гуськова уже 37 киноработ. 18 марта 2016 года у актера и его супруги Александры Барышевой родилась дочь Стефания, ставшая бабушкиной и дедушкиной любимицей. Младший наследник актера Дмитрий получил диплом продюсерского факультета в ГИКа и сейчас закрепляет полученные знания в проектах своего отца. Супруги очень гордятся сыновьями и уверены, что они достойно продолжат их дело. Лидия Вележева призналась, что слухи об их разводе иногда имели под собой почву, но супруги смогли справиться со всеми трудностями и сейчас их семейному счастью ничего не угрожает. В 2022 году Алексей Геннадьевич, сам того не желая, вновь породил слух, что у него с супругой разлад. Дело в том, что на вручении премии «Золотой орел» он появился не вместе с красавицей женой, а под руку с Натальей Рогожкиной, вдовой актера Андрея Панина, которого не стало в марте 2013 года. Ни Гуськов, ни Рогожкина тогда не прокомментировали многочисленные публикации в СМИ. Актер как-то признался в интервью, что очень благодарен Лидии за то, что она не дает ему ни малейшего повода для ревности и старается отвечать ей тем же. Свой секрет многолетнего брака супруги не скрывают и всем советуют не рубить сгоряча, умея не только слушать, но и слышать друг друга. Остается пожелать звездной актерской чете только светлых полос в жизни и, конечно же, здоровья, долголетия, новых творческих свершений и простого семейного счастья. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.